То есть ты адвокат, который мог бы стать абсолютно успешным человеком на Западе. Принимаешь для себя решение переехать в Россию. Россия такая страна, ты не можешь неравнодушен быть к России. Весь мир знает русскую душу. Многие иностранцы покинули Россию. Они покинули Россию не по их желанию. Их заставили уехать. И все хотели бы вернуться. Это страна, где иностранцы реально обожали жить. Когда были еще сумасшедшие очереди, когда таможники были ужасно неприятные. А мы не такие? Не, вы такие. Это проект «Мы и они». Я его автор Мария Шахова. Моя жизнь – это журналистика, пиар, бизнес. И, конечно же, люди. Я часто слышу истории россиян о том, что где-то там, за границей, намного лучше. В этом проекте я общаюсь с людьми, кто родился и вырос за границей. Но выбрал жизнь здесь, в России. Что же они видят в нас такого, чего не видим мы сами? Дэвид Хендерсон Стюарт. 49 лет. Англичанин. Окончив Оксфорд и Сорбону, приехал в Россию в конце 90-х. Молодому юристу так понравилась Москва, что он решил здесь остаться. Последние 12 лет управляет российским часовым заводом «Ракета». Одним из поклонников этой марки является президент России Владимир Путин. Дэвид мечтает, чтобы бренд «Ракета» стал русским «Ролексом». Дэвид, привет. Здравствуй. Спасибо тебе большое, что ты приехал сегодня ко мне в студию. Очень рад. Я ведь знаю, что у тебя русские корни. И знаю, что твоя прабабушка, которая уехала из России в 20 лет, еще из революционной России, вечерами рассказывала тебе о далекой стране с трескучими морозами и с людьми с широкой душой. Что ты чувствовал тогда? Я был очень маленький, но какие-то эмоции от этого остались. Я ее помню. Издалека я был маленький, когда она скончалась, но она с нами жила. И действительно, я помнил, как она со мной по-русски говорила. Я отвечал, конечно, по-французски. Но очень положительные, сильные эмоции от нее остались. И она была как патриарх в доме. Ну, как русские женщины всегда очень сильные. И у нас дома даже мой отец англичанин ее очень сильно боялся. То есть она управляла, она создавала атмосферу в доме. Вот что я помню от нее. Именно в тот момент у тебя проснулась любовь к России? Ну, я не знаю про любовь, это может быть сильное слово, но интерес, скажем так. Потому что за то, что я англичанин или француз, я об этом особо не говорил. Это было, ну, это однозначно я там жил. Но то, что русский, это всегда была экзотика. Ну, какие-то далекие русские корни. И поэтому интерес к России всегда был. Но это был еще Советский Союз, я родился в 73-м году. И конкретно это проявилось в том, что когда уже в школе надо было выбрать третий язык, я выбрал русский язык. Вот конкретно как проявился мой интерес к России впервые. И тогда ты решил, что обязательно поедешь в Россию? Нет, но когда я закончил учебу, ну, все хотят за границу уехать. Ну, это всем любопытно. Я решил в Россию уехать. Вместо чем в Америку или в Китай или в другую страну. Именно потому, что у меня был этот русский язык в школе, потому что издалека где-то я знал, что у меня русские корни. И вот. А ты помнишь свой первый приезд в Россию? Это был, по-моему, 96-й год. Это был очень плохой приезд. Я помню, я перелетел в Шереметьево, когда были еще сумасшедшие очереди, когда таможники были ужасно неприятные. И это первое впечатление о стране, это был таможнен на Шереметьево. Это ужасно, конечно. Какие это были люди? Вспомни свои ощущения. Ну, это было долго, неприятно, жестко. Я всегда, я потом долго думал, почему они не понимают, что первое впечатление о стране – это самое главное, это та, которая остается. И почему? Оно сейчас все намного лучше. Но очень долгое время все иностранцы жаловались именно таможни на Шереметьево. Ты приехал в 96-м году. В 97-м. Отработал здесь? Три года. Три года. И уехал обратно. Почему ты уехал? Ну, потому что мы… Мы был кратносрочный контракт, в России он закончился, я поехал обратно, работал как адвокат в американской фирме, было ужасно скучно. И в подсознании всегда думал, мне очень понравились эти три года. И я всегда думал, очень хочу когда-то поехать обратно. А чем тебе понравились эти три года? И была ли у тебя вот эта тоска по родине, то, о чем говорят все русские, живущие за границей? Ну, нет, у меня не было тоски по родине, потому что это не моя родина. Но я очень влюбился в эту страну, ну, как, в принципе, все иностранцы. И реально, я очень много иностранцев знаю в России, их много в Москве. И все они любят Россию. Им всем нравится широкая душа русских людей, русская культура, большой театр, оперы, балеты, музей, природа. И для меня это было намного интереснее, чем жить в Париже, в Лондоне, где я всегда жил. Поэтому я искал возможность вернуться в Россию. То есть ты адвокат, который закончил Оксфорд и Сорбону. Да. Который мог стать абсолютно успешным человеком на Западе. Принимаешь для себя решение переехать в Россию. Да. Да. Но надо тоже понять, что в 90-е годы для иностранцев это было, для русских было очень сложно, очень тяжелые времена. Для иностранцев это было как Эльдораду. И мне немножко стыдно про это рассказывать, но часть, почему им не нравилось в Москве жить, это именно полная свобода. Вы могли все, ты мог все делать. Это была страна, где любая мечта могла реализоваться. Ну, по крайней мере, я так это помню. А что говорили твои родители или твои друзья? Ну, в то время еще отношения между Россией и Западом были абсолютно нормальные. И никто не боялся. А какие-то стереотипы, ты слышал, какие-то стереотипы? Да, конечно. Все то, что рассказывают, что многие думают, что медведи в России гуляют. Но это все правда. Это все правда. И то, что за границей все думают, что до сих пор, что там мафия повсюду, бандиты повсюду, что люди убиваются на улице. Это тоже осталось. И многие об этом думали. Но сейчас это намного сложнее, потому что сейчас обострения очень сильные. И очень много моих друзей за границей абсолютно не понимают, почему я здесь остался. Ты имеешь в виду ситуацию, связанную со спецоперацией? Да. А почему ты решил остаться? Я решил остаться, во-первых, потому что я катался на лыжах во Франции, в горах, в Альпах, когда все это началось. И когда я вернулся из завода, они удивились, из завода ракеты удивились, что я вернулся. Я сказал, что очевидно, я вернулся. Как я могу? Моя жизнь связана уже с ракетой. Я не могу вас бросить. Для меня это... Я обожаю этот проект. Это главная причина, почему я вернулся. И вторая причина, потому что я уже 17 лет здесь живу. Мне очень нравится здесь жить. У меня очень много русских друзей. И как-то моя жизнь, большая часть моей жизни уже связана с Россией. Я не могу так быстро это бросить. А почему, как тебе кажется, многие иностранцы покинули Россию? Они покинули Россию не по их желанию. Я всех моих друзей, которые уехали, они все уехали, потому что их заставили уехать. Они все работали в западных компаниях, и компании их заставили уехать. Самостоятельно, они бы не уехали. Все иностранцы, которые я знаю, они все любят жить в России. И все хотели бы вернуться. Да. Для них это было... Для многих это было огромное разочарование, что за один день надо было уехать. Реально, им говорили, что через три дня надо уехать. А почему компании уходили? А сами компании это говорили, потому что политика общее мнение, влияние на них давила, чтобы они перестали в России работать. То есть они сами не хотели уехать в компании. Они здесь деньги зарабатывали. Они очень много лет открывали этот рынок, вкладывали деньги. Как сейчас те друзья твои, которые, возможно, уехали, они хотят вернуться? Что они вообще говорят? Да, конечно. Многие из них уехали, и они без работы сидят. Они потеряли свою работу здесь, и они ищут другую работу. Россия такая страна, ты не можешь неравнодушен быть к России. Это страна, которая вызывает очень много эмоций. По многим причинам. Это страна, где иностранцы реально обожали жить. Я не жил в других странах. Я знал экспатов, которые живут в Лондоне, французы, которые живут в Лондоне. Я никогда не видел такую любовь к Англии, как я видел такую любовь к французам, которые живут здесь, в России. Они обожают ходить в баню, они обожают... У них у всех дача где-то в Тверской области. Они обожают идти в Большой театр. Они реально неравнодушны к этой стране. А с чем это связано? Я думаю, что это связано с тем, что русские люди, у них очень широкая душа. Они очень эмоциональные люди. И вы либо любите Россию, либо ненавидите Россию. Но большинство ее любят. Те, которые приехали, издалека можно ее не любить, потому что с детства нам говорят очень много плохих вещей про Россию. Ну, все голливудские фильмы всегда показывают, что русские все бандиты или там... А когда ты уже приезжаешь и уже здесь живешь, встречаешься с русскими, ты уже понимаешь, что все не так. И русские очень... У них большая страсть, большое сердце. Они очень эмоциональные люди с огромной культурой. Их невозможно не любить, мне кажется. А есть такое выражение французская душа? Русская душа, она, по-моему, известна во всем мире. А есть французская душа? Французскую душу нет. Даже во Франции есть такое выражение «lame russe» или по-английски «the Russian soul». Это весь мир знает про русскую душу. Я ни разу не слыхал, что кто-то использовал такое выражение английского душа или французского душа. Особенно английская душа, это понятие, это мне даже режет ухо. Такое нету, у англичан нету. Хотя англичан, но у них души нету. Такое... Это люди, которые очень хладнокровные, безэмоциональные, рациональные. Это все противоположное к душе. А у русских такая, наоборот, душа очень широкая. Вот к слову о русской душе, для того, чтобы ее иметь, нужно не только иметь русские корни или жить здесь, нужно еще и понимать, что русская душа очень склонна к разного рода мистицизму. Поэтому я предлагаю тебе сейчас сыграть в игру, где я буду говорить тебе начало приметы, а ты будешь ее заканчивать. Что нужно сделать перед дальней дорогой? Первый вариант. Помолчать стоя. Второй вариант. Помолчать сидя. И третий вариант. Три раза покрутиться вокруг своей оси. Я думаю, второй. Посидеть молча. Посидеть на дорожку, еще говорят. Да, да, да. А ты знаешь, откуда это пошло? Нет. Это пошло из язычества. На Руси вообще считалось, что если ты посидишь на дорожку, то ты таким образом выказываешь свое уважение домовому. И он тебя будет оберегать. Я про это слыхал, да. Ну, то, что надо сидеть, молча. Так, отлично. Что будет с твоим знакомым, если вдруг ты его не узнаешь? Ну, то встретились на улице, ты его не узнал, знакомого своего. Что с ним будет? Первый вариант. Его ждут несчастья. Второй вариант. Вы поссоритесь. И третий вариант. Его ждет богатство. Честно, я не знаю. Я думаю, давайте третий вариант. Ну, это не угад. И правильно. Да? Да. Если ты вдруг не узнал человека, у нас принято говорить, ну, классно, значит, богатым буду. Пошло это от того, что человек изменился, и значит, скорее всего, будет богатым. Вот такая вот русская культура. А примету, который я знаю, что в России существует, это когда ты свестишь, все считают, что деньги улетят или что такое. Да, есть такое. А в Англии все свистят. И поэтому я обыкновенно во время дня очень часто свищу, и это бесит всех у русских, которые всегда мне говорят, не надо свистеть. Такое есть, это правда. Так, третья примета. А если вдруг ты идешь и встречаешь женщину с пустыми ведрами, то это к вечеринке, к большой покупке или к пустым хлопотам? Я тоже не знаю. Я думаю, третий вариант. К пустым хлопотам. Да? Правильно. Потому что пустое ведро значит пустой день. Еще некоторые говорят, что встретить женщину с пустыми ведрами это к несчастью. Да. Ты практически русский, и у тебя русская душа. Дэвид, я хотела бы с тобой поговорить по поводу бизнеса. Ты один из тех иностранцев, который приехал в Россию и решил возродить советский бренд. Расскажи, как тебе вообще пришла такая идея в голову и почему это были именно часы? Идея пришла из-за того, что многие иностранцы, и еще это не я, это многие иностранцы считают, что у России вся почва есть, чтобы иметь очень сильные бренды. Это история, это культура, это ценности, это достижения русского народа. И все большие бренды мировые, ну как во Франции Chanel, Dior, Louis Vuitton, Hermès, они все основаны на такие традиции, мастерство, культуру. У России все это есть, но брендов нет. И это очень много, я помню, за последние 17 лет очень много таких разговоров между среди иностранцев, что удивительно, у России есть потенциал иметь брендов, но почему-то их нет. Объяснение, конечно, очень ясное, история России очень разрушительная, ну эти все революции, перестройки и так далее, которые просто убивают брендов. Но потенциал есть. И все началось из-за этого, очень простого факта. И я начал искать, какие бренды можно возродить. Я о часах ничего не знал, я случайно попал на часы. Я мог бы попасть на одежду или на, бог знает, ну какой-то другой предмет. То, что я попал на часы, это абсолютно случайно. Я просто заметил, что очень много моих друзей за границей приезжали и хотели что-то купить. А еще в 2000-х годах, кроме как русские шапки или советские часы, честно, я не был особенно чего купить. И все бегали в Измалский парк искать советские командирские какие-то часы. И я начал копаться, немножко, о, значит, есть что-то с часами. И я узнал, что остался один часовой завод в Питере. Я туда полетел и вот как все началось. Но очень многие русские боятся открывать бизнес. Есть ряд каких-то стереотипов о том, что это сложно. Они не боятся, они не верят или не верили, по крайней мере, в то время, 10 лет назад. Но когда я начал ракету, ну, кроме как я, наверное, никто в этом не верил. Рынка не было, никто не хотел купить русские часы. Может быть, только иностранцы, которые приезжали в Питер на Невском проспекте были готовы купить русские часы за максимум 8 тысяч рублей. Вот какой был рынок для русских часов. Русские не покупали русские часы, все русские хотели иностранные бренды. Ну, вот к слову о том, что русские хотели иностранные бренды, вообще у нас, в принципе, в России есть такой стереотип, что все импортное, оно хорошее, все российское плохое. На твой взгляд, вообще этот стереотип можно изменить? Ну, это то, что я пытаюсь сделать, это то, что мы все в ракете пытаемся делать уже 10 лет. Ну, представь себе, 10 лет мы решили завод сохранить, его не закрыть. И под нашим брендом мы написали «Сделано в России». Мы всегда пишем «В России сделано в России». И все говорили, ну, ты с ума сошел, ну, хотя бы скрой что-то сделано в России, ну, предварив, что сделано в Швейцарии или где-то. А мы против всех общего мнения говорили, нет, это очень круто, что сделано в России. Ну, мы одни в этом верили. Но это как маяк для нас, для меня это было как настолько очевидно, что даже если все не видят, я видел этот маяк и до сих пор мы идем по этому направлению. И сейчас все то, что происходит, оправдает нашу стратегию, что действительно надо гордиться. У России удивительное достижение, удивительные ценности. И по поводу качества, ну, надо очень много прикладывать сил, чтобы качество было хорошее. Это нелегко, но нет никакой причины, почему у Швейцарцев хорошее качество, а у русских плохое. Почему в России так мало брендов, вот я, например, знаю всего несколько, может, это Натура Сиберика и Борг, возможно, которые плюс-минус известны за границей. Что нам мешает получить вот эту мировую известность? Во-первых, чтобы выйти на Запад, надо сперва быть очень сильно в твоем домашнем рынке. Это неправильно быть русскими брендами, быть только известным за границей, а не на домашнем рынке. Проблема домашнего рынка это то, что многие русские до сих пор не верят в русские бренды. И это очень сложно преодолеть этот барьер. Второе, мне кажется, что русские неправильно определят свою маркетинговую стратегию. Они хотят слишком быстро раскрутиться, вкладывая, тратя колоссальные деньги на маркетинг. И это неправильно, потому что как только ты перестанешь вкладывать эти деньги, тратить эти деньги, ну это как большой мыльный пузырь, он лопнет. Слава Богу, у нас всегда было очень мало денег, и поэтому завод это очень дорогое удовольствие. И поэтому, как только у нас были свободные деньги, мы их тратили на улучшение качества, модернизацию завода, и очень мало на маркетинг. Поэтому наша маркетинговая стратегия была всегда более органичная. в длинный срок это более правильный путь. Потому что эти люди сами начинали нас верить, чем мы их заставляли верить деньгами, что мы крутые. Мне кажется, у тебя один из самых классных маркетинговых инструментов задействован, потому что наш президент ходит в ракете. Я знаю, что он подписывает все соглашения только именно в этих часах. Они счастливые для него? Они что? Счастливые для него? Да, мы этим очень гордимся. Ну, вообще сейчас это время русских брендов. Наконец, огромный русский интересуется своей историей, своими ценностями и косвенно русскими брендами. И я призываю любого молодого человека, который имеет предпринимательский дух сейчас начинать свой проект связанный с каким-то русским брендом, потому что сейчас это идеальное время, чтобы все это делать. То есть некий какой-то шанс появился у России? удивительный шанс. Это шанс, который мы ждали с 10 лет уже. Часовое производство в мире ведет свою историю с 15 века. На протяжении нескольких веков в Россию завозили импортные изделия, а затем было налажено и отечественное производство. Сейчас в России около 16 часовых фабрик. Наши изделия популярны из-за границей. Так, часовая компания Павел Буре находится в Швейцарии, но основана она была именно в России. Часовой бренд Ника славится своими изделиями из драгоценных металлов и камней, а завод Ракета изготавливает механизмы для космонавтов и подводников. Почти половина продукции уходят на мировой рынок, но большая часть продается именно в России. Дэвид, я предлагаю тебе немного посравнивать за границу, если так можно выразиться, с Россией. Вот, например, многие знают, что в Лондоне очень дорого жить. Да. Дорогая коммуналка, дорогие продукты, дорогой проезд. Но, если в целом говорить, что можно на 5000 рублей или на сегодняшний день это сколько, около 80 фунтов купить, например, в Лондоне? Честно, я давно в Англии не был и давно в Англии ничего не покупал, но это не очень большие деньги для Англии. И я, наверное, 80 фунтов это одна... Мои дети в Англии сейчас, они играют в теннис, я знаю, что один частный урок стоит примерно 70 фунтов. Но это дорого. Дорого. Да. А вот смотри, я думаю, что ты видел в России такой сервис, как госуслуги, которые упрощают весь документ и оборот, очень легко стало получить любую справку. А вот в Англии или, может, во Франции есть подобные истории? Ой, я могу часами об этом говорить. Эти госуслуги это самая идеальная вещь, которая существует на свете. Сибербанк онлайн такого нету в мире. Чтобы сделать во Франции перевод из моего... Ну, у меня больше нет учета, мне его закрыли, потому что я в России живу. Но раньше, чтобы делать перевод из моего французского банка, надо чуть ли не по факсу было что-то отправить. То есть, они настолько... Это средневековые времена еще. Для меня Сибербанк это самый удивительный банк на свете. И госуслуги тоже. Но был огромный прогресс. Я помню, госуслуги еще 10 лет назад был ужас. Но сейчас это просто... Это удивительно. Французская или английская администрация это кошмар. Реально. Россия намного опередила Запад со всеми этими диджитал услугами. А если говорить о стереотипах? Вот англичан, например, считают чопорными. Американцы стараются из всего сделать праздник. А если говорить о русских? Русские очень искренние и наивные. Я думаю. Наивные? Ну, я сравниваю с французами. Французы, они циники. У них всегда юмор иронический, циничный, немножко злой. А русские более добрые, мне кажется. У них... Да, у меня такое впечатление о русских. Более добрые и чуть-чуть доброта связана с наивностью немножко. Это добрый человек не видит зло, которое вокруг него. А в чем это выражается? Выражается в том, что они легко удивляются, как дети. Они, когда они видят что-то новое, они очень... Они искренне радуются за какие-то даже мелочи. Такой на Западе не бывает. На Западе скрывают свои эмоции, они более цинично смотрят на мир. Но при этом говорят, что русские хмурые всегда. Что это значит? Хмурые, мы не улыбаемся, как американцы, например. Да, это тоже правда. Но это все иностранцы скажут, что это внешний вид такой, как только после пятиминутного разговора сразу уже лицо меняется. Ну, это остатки, наверное, Советского Союза, где все боялись своего соседа, что могли тебе донести. Да, это правда. Дэвид, ну, ты давно живешь в России, расскажи, а ты питаешься русскими блюдами? Да, конечно, я люблю русские блюды. Я предлагаю проверить, насколько обрусела не только твоя душа, но и твои вкусовые сосочки. В этом сезоне я угощаю гостей своими любимыми русскими блюдами. Дэвид, ты готов? Готов. Давай, наденем на тебя маску. Итак, сейчас я дам попробовать тебе это русское блюдо, а ты расскажи мне о своих ощущениях. Вытягивай руку, я дам тебе тарелочку. Так, в левую, да? Держи, вилка, давай. Не подглядывай. Я помогу тебе. А, уже есть, да? Да. Это легко. Что это? Это салат оливье. Если я не ошибаюсь, нет? Еще раз. А какие ощущения вкусовые? Там картошка, там огурец. Ну, я смотрю, тебе понравилось, в принципе. А, нет, это не салат оливье, это винегрет. Правильно. Открывай глаза. Ты знаешь этот салат, да? Да, да, да. И как он тебе? Очень вкусный. А ты знаешь вообще его историю, откуда он произошел? Винегрет? Нет. Винегрет впервые был создан при Екатерине Второй. И считается, что когда ей подали этот холодный салат, она сказала, фу, не грета. И вот это выражение фу, не грета ушло в народ и трансформировалось в винегрет. Поэтому это наш такой родной салат. Мое любимое русское блюдо это селедка под шубой. Да? Да. Это очень странно, потому что в основном иностранцы не любят соленую селедку нашу. Я не знаю, мне очень нравится. Дэвид, давай поговорим немного о личном. Я знаю, что со своей женой ты познакомился в Париже и у нее тоже русские корни. Расскажи, как вообще тебе удалось убедить ее переехать в Россию? Она сама захотела тоже со мной. Ну, надо просто понять, мне кажется, даже для тебя ты жила в Америке, да? Но всем нам интересно в молодости куда-то уехать. Это был не тяжелый шаг. Тем более, уже ехать в Россию это не как уехать в Китай или в Америку. Три часа на самолете и ты можешь вернуться домой на семейные праздники, на свадьбы. Это не такой большой шаг был. Ну, просто когда все вокруг говорят о России плохо, а ты едешь туда жить. Нет, такого не было 17 лет назад. Никто не говорил, что это особенно плохо. Немножко боялись из-за мафии, бандитов, все это. Но, ну, мы все равно приехали, она не боялась. Я знаю, что в браке у вас родилось четверо детей. Да. Какое у них гражданство? Они французы и англичане. Но все учились здесь. Они все родились там и все учились здесь. Они учились в русской государственной школе. Прекрасное образование. Я знаю, что многие русские критикуют русские школы, но нам очень повезло. Это образование лучше, чем образование в Европе, если сравнивать? Я считаю, что да. Я считаю, что да. Потому что они еще изучали стихи, уровень по математике очень высокий. Я считаю, что уровень здесь в школах выше, чем в английских школах. А на какое-то дополнительное образование они ходили? Какие-то кружки? Да, конечно, на танцы, на... Конечно, очень много кружков. Это было бесплатно или платно? Это было бесплатно. Все бесплатно. Я отправил своего сына один год, когда ему было в восьмом классе учиться в Англии, в Бодинг-Сху. И у него английское имя, то есть никто не знал, что он русский. И он сдал первый тест по математике, и учитель сказал, а ты, наверное, из России. Хотя он не говорил, что он приехал из России, но уровень по математике настолько сильнее, чем в Англии, что учители не могут объяснить по-другому, как а ты из России, наверное. А как ты считаешь, вот то, что сейчас мы решили, в том числе в университетах, вернуться к нашему советскому образованию, это правильный шаг? Я не знаю много про это, но в целом я считаю, что да. Потому что если одна вещь была хорошая в Советском Союзе, если обсуждается всем остальным, то это образование. Образование, мне кажется, было очень высокое. И все эти реформы, которые я вижу, наблюдая по своим детям, они всегда, мне кажется, ухудшали систему. То есть, если мы сейчас отмотаем назад, то это будет лучше? Мне кажется. Я в детали их не могу прокомментировать, но в целом я считаю, что да. Я считаю, что за эти 10 лет, когда я вижу, мои дети учились здесь, 15 лет, все ухудшалось, а не наоборот. Я знаю, что кто-то из своих детей сейчас живет в Европе и учится в Европе. Да. Что они говорят? Он хочет вернуться в Россию. Это сын? Это сын, да. Ему 20 лет, он хочет в Россию вернуться. Он не любит в Англии жить, он не любит в Париже жить, он хочет сюда вернуться. А что он говорит? Почему Россия? Это не как-то объясняет, он просто говорит, что здесь лучше, здесь больше веселяться, у него больше друзей здесь, он с ними лучше себя чувствует. Ну, я пытаюсь его там пока оставить. Он 17 лет уже жил в России, и надо, чтобы он немножко тоже узнал про свою родину там. Но потом будет свой выбор, он, наверное, вернется. А что он говорит своим друзьям там? Приглашает в Россию? Да, он их приглашает. Он хочет большую поездку со своими друзьями из Англии в Москву. Он всех заразил, они уже подали на визу, но им, мне кажется, не получится. Просто билеты для них слишком дорогие. На самолете это очень дорого. А сложно, кстати, получить визу в Европе? Нет, нет. Нет, но приехать очень сложно и очень дорого. Из-за логистики сейчас? Да. Да. Ну, можно сейчас уехать через Калининград или через Финляндию на автобусе, но с туристической визой только можно прилететь на самолете почему-то. И это сложно. А ты здесь уже обзавелся недвижимостью? Да. Насколько сложно вообще ты тут сразу покупал, может быть, ипотеками какими-то пользователями? Нет, ни в чем не сложно. Я, честно, за эти 17 лет ни разу не наблюдал никакую сложность в покупке недвижимости, в покупке земли или в бизнес-проекте. Все мне говорят, наверное, типа, какая-то мафия, надо платить какие-то взятки полиции или пожарникам. Ни разу мы ничего никому не платили. А в Англии сложно купить жилье или вообще воспользоваться? Нет. Тоже легко? Ну, это дороже, но нет, легко. А я знаю, что есть какая-то система в Лондоне, где ты не можешь на постоянную основу купить себе жилье, ты берешь из-за долгосрочного аренда. Да-да-да. Это специфичное английское право ты покупаешь недвижимость на 99 лет. И я сам это не очень понимаю, эту концепцию. Потому что через 99 лет твои дети или внуки и правнуки будут обязаны это отдать кому-то. То есть ты вроде как покупаешь, но не покупаешь. Ты вроде как покупаешь, но ты не полный владелец. Я не понимаю это очень. Ну да, это англосаксонская такая система. И она есть по-прежнему действует. А да, она есть по-прежнему. Говорят, что половина Лондона принадлежит этому лорду. Я не знаю, как его зовут. То, ну, конечно, все эти русские олигархи, все сильно, они купили все эти дома, но на самом деле эти дома по-настоящему не им принадлежат, а какому-то лорду. Дэвид, у меня осталось три последних вопроса, которые я задаю всем своим гостям. Попрошу тебя отвечать максимально коротко. Главный стереотип о России. Я бы сказал авось. Это слово, которое я выучил не так давно, но которое мне открыло сразу все авось. Это будет как будет. Это тоже меня бесит. А почему это стереотип? О русских? Да. Что они такие. А мы не такие? Не, вы такие. Иностранцы, они постоянно готовят бизнес-планы, которые хотят предвидеть всякие возможные случаи, если что-то произойдет. А русские больше, ну, авось будет как будет. И это меня очень сильно бесит. А что для тебя означает слово патриотизм? Патриотизм на Западе для иностранцев это негативное слово. Это ассоциироваться с... На Западе тебя учат уже не быть патриотом. А в России патриотизм... Ну, это неоднозначное слово. Это плохое слово, если ты считаешь, что твоя страна выше всех остальных. Но если это значит, что ты просто гордишься твоей историей, твоей культурой, это хорошо. И очень важно, я думаю, это сохранить. Три главных качества русской души? Она широкая, она добрая и она... радостная. Спасибо тебе большое за то, что ты сегодня был у меня в гостях. Мне кажется, у нас получился очень классный разговор. Спасибо. Да, мне тоже понравилось. Это проект «Мы и они», и я его автор Мария Шахова. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и обязательно пишите комментарии. И помните, хорошо там, где мы есть. «Три главных качеств». Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»